доброе утро друзья если оно доброе какое рубежное 27 число воскресенье утро 8 утра в принципе все тихо спокойно ночь прошла на удивление спокойно пусть так и будет еду по городу город пустой заправка вот у крнафта возле кбк не работает людей не видно практически сумками кто с убежища возвращается кто наоборот в убежище идет где-то под северодонецком за северодонецком слышно было вечером конечно что-то ужасное новостные сводки читаешь то что пишет понятно и без новостей не получается жить и верить всем новостям тоже нельзя поэтому читайте слушайте фильтруйте просто впитывайте сейчас важно не попасть неприятную ситуацию не попасть под какой-нибудь обстрел не дай бог конечно у нас тут ситуация гораздо легче чем в харькове уж тем более в киеве например просто вот заправиться я не знаю где говорят здесь возле чулочки заправка работает периодически работает ли сейчас посмотрим из киева шлют страшные вести там разрушение ужасно так ну заправка тоже молчит закрытая и газовая и бензиновая это хреново поправиться негде будем кататься будем искать такого никогда не было и кто мог бы подумать что такое когда-либо будет вообще вот как сейчас это происходит триндец друзья мои я поеду я наверно прямо сворачивать мы тоже ночь провели не дома у друзей в укрытии в подвале в частном доме подвал есть хотя смысл какой от этого от прямого попадания если не дай бог такое случается не поможет ничего даже если рядом хлопнет какая-то ракета в землю встрянет в этом подвале просто задавит землей бомбоубежище переполнены людьми люди говорят очень даже не комфортных условиях воздуха не хватает понятно много людей все дышат сыра кто-то заболел после пары ночей в убежище поэтому в вариант оставаться дома это вполне приемлемый вариант оставаться дома случае чего перебираться ниже этажами подвал не может быть убежищем только как временное укрытие можно использовать напоминаю ну в случае чего уж лучше в подвал чем на улице но так держитесь тех комнат которые подальше от окон и желательно ниже этажами я вот на пятом этаже живу есть что буду спускаться вниз там будет безопаснее видите пусто в городе все волнуются переживают комендантский час введен по луганской области напоминаю поэтому после 5 вечера выход на улицу запрещен все кто после 5 вечера на улице это либо диверсионные группы либо мародеры либо кому очень сильно надо вот заправка тоже без топлива тоже без топлива ну значит надо не расходовать бензин на дрова и вообще куда сейчас дергаться друзья машину прятать чтоб не поджимали потому что всякая может блин не люблю когда кто-то звонит надо выключать всегда связь мобильный когда снимаю так короче понятно держим связь буду в инстаграм выставляться больше но для ютуба чтобы вы зрители не волновались вас много пишут в комментариях и в личку что случилось где вы как вы понятно это очень хорошо что люди волнуются друг за друга я тоже много кому пишу я ужасаюсь тех событий которые происходят сейчас в киеве друзья друзья как такое могло быть вообще в нашем цивилизованном обществе 21 веке ладно всем мира добра на связи пишите обязательно отписывайтесь я читаю все комментарии очень хорошо что все живы все на связи пусть все будет хорошо это очередь куда на банкомат сам магазин вроде бы тоже работает можно заехать хлебушка взять ларьки закрыты люди ходят с одним хлеба возьмем на рынке что-то нелюдно машины есть давай мы на рынок заедем до тачок понятно закрыт открыт закрыт то есть этой стороны рынка людей тоже не богат карпаты работают от центральной улице тоже люди двигаются можно в радугу заехать за продуктами разуга открыта продукты даже есть в наличии это замечательно хлеб тоже есть аптека работает вот очередь правда ну все как обычно как обычно собаки бегают значит с голоду не пропадем и черный юмор просто собаки бегают в городе значит их еще никто не поел в городе продукты есть для меня я же добрый день я до в в в в Продолжение следует...